Королевские бегонии славятся красотой своих листьев. И чем больше листьев на кусте, тем кустик наряднее, красивее смотрится. Но приходит пора и омолаживает наше растение. Растения стареют, и примерно через 2-3 года бегонию нужно омолаживать. Как это происходит? Достаем наш технический горшок и осматриваем. С нижней части куста народилось много дочерних розеток. Они уже обособились, сформировались, имеют собственное тело и точку роста. Такой черенок легко можно укоренить. И у вас с одного куста получится очень много розеток, много посадочного материала. Старую листву убираем, чистим, осматриваем и здоровые части растения отрезаем. Из моего кустика получилось очень много деленок. То есть каждая розеточка с собственным стебельком, собственное тело. Некоторые уже даже со своими корешками, либо зачатки корешков. Листья, кстати, потом тоже будем укоренять. Вот, получилось столько посадочного материала. Теперь его можно высадить в горшочке с землей. Землю беру на основе торфа. Стаканчики стараюсь посадить в маленькие. Нужна тесная посуда для бегонии, вы это знаете. И в маленьких контейнерах бегония лучше нарастает. Дренажные отверстия обязательно. Потом мы составим наши стаканчики в контейнер. И будем поливать уже через контейнер. Вот такие вот у меня рассадные контейнера. Ну, можно большую банку взять. Что у вас есть? Я их вот устанавливаю, накрываю крышечкой, но не плотно. Получается парничок. Так растения у нас укореняются. Вот это горшочки с бегониями, которые были высажены немножко раньше. Они уже отросли. И сейчас я их переваливаю уже в больший размер. Пол-литра примерно. Весной это будет уже отличный посадочный материал. Вот посмотрите, розетка бегония. Выращенная из листа. Ее тоже сейчас высаживаем в контейнер. И месяца через два эта бегония тоже уже будет в продаже. Очень люблю королевские бегонии. Они легко размножаются. Очень популярны у садоводов. Пользуются спросом посадочный материал. Нарастают быстро, выплюют эффектно. И неприхотливы. Дорогой друг, подпишись и приведи друга в мой канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кул